итак всем привет это снова я эльдар нургалеев и сегодня я публикую вторую часть закрытого мастер-класса в общем то как и обещал что нужно сказать перед тем как я опубликую в общем то надо обратить только внимание на то на чем в общем то я делаю акценты поэтому давайте сразу же к делу в общем то на что надо обратить внимание обратить внимание когда я говорю в этом мастер-классе что уровни одноразовые в общем то ну и в чем смысл их одноразовости то есть почему так происходит на это обратите внимание обязательно учитывайте то что брать цены при заполнении таблицы нужно из quick strike а для обоих листов в таблице их надо брать желательно брать на 10 часов москвы плюс минус один час лучше в 10 лучше в 10 чего еще кто еще не вступил в группу трейдер бар вступите ссылка на группу будет в описании к этому видео вы в общем то в качестве анти рекламы все еще нет мест в группе трейдер бар свободно так что если кто-то хотел то фигушки вот сегодня буквально она освободилась но я не успел даже сказать что она освободилась человек его как-то вот взял и тут же занял но так произошло так что все смотрим в конце видео будет еще одна вставка со мной все всем спасибо приятного просмотра изучаем индикатор уровней традиционно вначале проверяю звук звуком все в порядке картинка есть давайте обратную связь каждый в свой чат три чата в skype сегодня с нами работает это чат последней группы обучения про это чат продать про инсайдера и это чат трейдер бар мои постоянные друзья мои постоянные друзья так давайте все кто на местах говорите что вы на местах я подожду после чего приступим предварительно по плану наших занятий нашего занятия сегодняшнего в начале я покажу как работает индикатор как им пользоваться что с ним делать вот индикатор делал не я индикатор делал программист которыми я заплатил денег но по-моему у него хорошо получилось мне помогли замечательные друзья составить тех заданий этих заданий составили и получилось достаточно здорово в общем-то суть индикатора в том что он из excel переносит файлы в терминал мета трейдер 4 хорошо вижу обратную связь на этом обратной связи пока что достаточно так значит для тех кто у нас присутствует на ежедневных трансляциях вначале давайте немножечко скорректируемся по одной сделке по доллар иене после этого приступим к материалу тут смотрите в чем соль соль в том что у нас долгосрочный план вот он записан 100 недели после выноса хая то есть максимума пробовать сел вот у нас отложка она пробуется тут вся соль вот чем я не помню уже чё там у нас записано в журнале касаемо без убытка сейчас не буду туда заклятывать потому что тут и так все на пальцах объясняется смотрите в чем соль вот мы вошли по идее вот это и есть вынос максимума если котировка сюда вернется что это не вынос максимума это что-то другое будет новый вынос максимума тогда в таком случае наш вход будет не актуален именно по этой причине стоп в безубыток то есть в самый минимальный без убыток мы должны поставить уже сейчас то есть прям взять и поставить его уже сейчас поэтому мы это и сделаем прям вот минимальный самый поставим у меня получается у меня получается 112 800 все теперь можем спокойно наслаждаться процессом устанавливать индикатор после этого кто-то повторит а кто-то изучит заново паттерны вот этих вот уровней дневного дисбаланса внутреннего дисбаланса потому что часть из вас уже прошла этот материал часть не проходила часть не проходила окей за работу за работу что нам сегодня понадобится нам сегодня понадобится конечно же quick strike нам сегодня понадобится сайт чикагской биржи и нам понадобятся форвард-поинты нам понадобятся форвард-поинты готово так теперь мне надо попробовать надо попробовать ударить из индикатора данные на сегодня потому что я же сегодня уже уровень устроил хотелось бы чтобы она у нас было одновременно и теоретическое практическое занятие чтобы мы сразу эти уровни ты построили поэтому давайте попробую это быстренько сделать давайте я быстренько попробую это сделать сейчас мы это сделаем открыть каталог данных 4 файл так терминатор терминатор терминал надо вырубить то все полетит к чертям это судя по всему диапазон данных за сегодня сейчас я его удалю закрываю включу терминал если уровни исчезли то все супер если нет то это будет означать то что я совершил великую глупость и зря построил сегодня уровень ну ладно ничего страшного сейчас буквально несколько секунд на подготовку можно будет работать а все исчезли отлично супер вот а теперь мы можем начинать все супер все исчезло я запущу отдельный профиль чтобы не рисовать на своем рабочем теперь за работу первое что я должен сделать это скинуть вам файлы постарайтесь сделать все пошагово вместе со мной и не торопиться старайтесь сейчас на этапе установки на этапе установки старайтесь задавать вопросы только по конкретике вот потому что мы делаем окей так давайте я сейчас создам папку создам папку в эту папку я накидаю файлы которые нам понадобятся и это будут файлы которые называются первое кажется готовый файл называется он ильдар расчет и d выдать 3 копирую его в папку с названием папка 2 теперь нам понадобится файл и нам понадобится непосредственно сам файл индикатора вот джон она у него здесь сохранен чего-то два их берем вот эти файлы вам сейчас понадобятся я их кидаю в чаты и поехали так не тот чат не тот чат не тот чат сюда сначала то есть скачиваете прям с чат есть эй все скачиваете вот эти четыре файла можно нажать смотрите вот вы сейчас загрузите она загрузится правой кнопочкой здесь выберите показать в папке он вам откроет папку где находятся ваши файлы так теперь в трейдер бар мои любимые друзья трейдер бар чикс правильно скачиваем и про инсайдер последняя большая группа больше большие группы учить не буду буду учить только маленькие и то не чаще чем раз в год чикс и про инсайдер ловите файлы скачиваете файлы небольшие поэтому скорее всего вы их уже скачали скорее всего вы их уже скачали напоминаю чтобы открывать сразу папку куда вы их скачали правой кнопкой и показать в папке у вас откроется папка куда это скачано вот так вот она откроется ну соответственно каждого на своем компьютере своя папка значит ваши действия следующие вот этот вот файл ильдар расчет и dvd 3 его сразу сохраняйте себе на рабочий стол переименовывать его не надо не переименовывайте ни один из этих файлов то есть имя файла менять нельзя потому что еще раз повторю программировал не я программировал программист если что-то собьете вам придется писать мне чтобы я вам заново скинул файлы потому что поправить на место я ничего не смогу кстати это как выяснилось совсем дешево делать вот подобного рода устройства всякие индикаторы это очень недорого стоит там сущие копейки мне обошлось так хорошо этот файл который называется ильдар расчеты dvd 3 вы скопировали себе на рабочий стол теперь делаем следующее вот эти два файла которые называются одинаково к и level from файл это и есть сам индикатор берем их два правой кнопочкой копировать скопировали 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 дальше вот они в чате странно как эта фигня как можно быть не в чате так ладно проехали не отвлекаемся скопировали эти два файла правой кнопкой копировать отправляетесь в свой терминал metatrader 4 в терминале metatrader 4 наверху слева нажимаете кнопочку файл и выбираете открыть каталог данных открывается то самое место где ваш терминал хранит самые значимые штуки в том числе он будет хранить здесь этот индикатор открыли заходите в папку которая называется mql 4 единственная папка которая здесь написана большими буквами ну по крайней мере у меня так mql 4 заходите здесь есть энное количество папок на данном этапе нас интересует папка индикатор с открываемая открылась папка с индикаторами нажимаете там где свободное место любое свободное место белый фон правой кнопкой мыши и нажимаете вставить в эту папку будут добавлены файлы индикатора я не нажимаю потому что у меня они здесь уже есть вот они видите они уже есть теперь возвращаемся назад в содержимое папки mql 4 то есть я один раз нажат назад нажал и все вернулся теперь идем туда где я вам скинул файлы у меня это новая папка 2 здесь есть экселевский файл экселевский файл называется он level нижнее подчеркивание day нажимаете на него правой кнопкой мыши копировать копируется файл после чего идем туда в папку с каталогом данных вот она у меня индикатор вот она у меня вот она эта папка здесь есть папка которая так и называется files заходите сюда правой кнопкой вставить сюда нужно вставить тот файл который называется level day вот они вы его вставили работать мы будем непосредственно вот с этим файлом level day его менять тоже не надо что нужно сделать с файлом level day правой кнопкой на него нажмите один раз выберите отправить и выберите рабочий стол создать ярлык чтобы у вас на рабочем столе был ярлычок этого файла после того как вы все выполнили на рабочем столе на рабочем столе у вас появится папка ой папка файлик level day ярлык он так и называется вот он не открывайте его сейчас в этом нет никакой необходимости ничего там не меняйте в общем не лезьте к нему пока теперь следующий этап в терминале включите навигатор там где написаны индикаторы нажмите правой кнопочки мыши и выберите обновить все на данном этапе индикатор установился ваш терминал он пока ничего не будет вам рисовать пока ничего не будет рисовать если вы сейчас перетащите индикатор этим покажу где он ну короче пока не перетаскивайте если вы его сейчас перетащить он нарисует вам ровно все то что я в него успел внести за момент тестирования должен предупредить уровне там которые исторически будут у вас отображаться из них половина корявые потому что просто тестировалась работа с самим индикатором как он отрисовывает поэтому на них внимание не обращайте вопросов по ним мне не задавать по самым индикатор вот он называется key level from файл олег зачем вы опаздываете на вебинар тем более опаздываете в чат через заранее то не думаете таких вещах я же предупреждал 10 раз о том что будет этот вебинар 500 600 раз предупреждал только сейчас вы обращайте внимание что вас нет в чате и хорошо впредь думайте заранее хорошо вы установили индикатор себе пока давайте его не трогаем пока давайте его не трогаем что делать с файлом ильдар расчеты dvd3 скопируйте его себе просто на рабочий стол чтобы было удобно с ним работать у меня он на рабочем столе лежит вот в отдельной папке которая так и называется кажется готовый файл ну и плюс я на всякий случай этот файл сохранил у себя на бочке на дисках везде там еще где-то ну чтобы если он у меня сотрется чтобы всегда был запасной то есть просто скопируйте его туда где вам будет удобно им пользоваться теперь смотрите как все это делать но давайте так обратная связь на этапе того куда что надо скопировать было сейчас все все скопировали нигде заменок не возникло я подожду то есть я не тороплюсь учитывайте сегодня у нас на вебинаре людей должно быть много то есть у нас должно быть 15 18 и еще около 60 человек то есть много нас должно быть если все получилось хорошо если возникли заминки ну давайте вот я даю там буквально минуту на заминке если заминки были говорите поправим так должно быть все будет должно быть все сделано вижу заминок нет вижу что всех вроде бы все получилось отлично все здорово теперь давайте приступим непосредственно практике для платформы от сон не годится он годится только для мета трейдера 4 исключительно индикаторы из разных терминалов не подходят ну это вообще никак вот вопрос по существу что в папку файл класть в папку которая называется files вот он в мир мкл 4 files кладем вот этот вот который называется level days из четырех файлов которые вам отправил тот который называется level day его не переименовываем потому что на него ссылается индикатор то есть скопировали в папку files все год все заминки исключены теперь переходим к практической части я вам сразу на всякий случай еще раз покажу как все рассчитывается и заодно мы выясним сколько в среднем времени это может занять и заодно я вам покажу как работать с индикатором суть индикатор очень простая он перерабатывает все что делает excel и переносит это в терминал для mt5 работать не будет не будет ставьте mt4 видите анализ на mt4 она удобнее mt5 вообще плохой терминал если честно в плане вот этих функциональных возможностей сложно найти программиста который сможет быстро и нормально на mt5 писать но мне так сказали не знаю правда не сказали так мне так сказали ладно ну давайте заработаем берем файл который называется ильдар расчет и d выдать 3 я сейчас все остальное закрываю берем этот файл и запускаем его открывается файл исправлены в нем некоторые баги исправлены в нем некоторые баги если я до этого вам давал файл с расчетами подразумеваемой волатильности то имейте ввиду тот который вы получали до этого будет нужен именно вот этот который я скинул вам сегодня ничто другое работать не будет поэтому берем тот файл который я вам сегодня скинул здесь есть две вкладки с которыми вы будете работать это данные вчера перевод завтра и данные эксперт рейндж ожидаемый диапазон ожидаемый диапазон что касается записи запись будет сразу же по той же самой ссылке по которой вы смотрите этот вебинар более того вы можете не дожидаться записи смотрите какая фишка есть вы можете назад отмотать вот там где вы смотрите можно взять отмотать назад и посмотреть на том моменте на котором не успеваете можно поставить на паузу но единственно в прошлом если смотрите вопросы в прошлом не задавайте пожалуйста потому что я их просто в будущем не пойму потому что вот здесь вот но сейчас показывается прошлое а я говорю вот здесь вот в конце в будущем вот поэтому можете не дожидаться уже сейчас смотреть запись это очень удобно по моему можете кстати вы еще можете нас всех догнать потому что здесь можно скорость воспроизведения если не успели скорость воспроизведения поставить допустим полтора я буду говорить несколько быстрее, но в процесс вебинара вы догоните и присоединитесь к нам всем остальным. Поэтому можете прямо отмотать на этой постановке, и все будет нормально. Не дожидайтесь записи, она уже есть по той же самой ссылке, где вы это уже смотрите. Вот, ну ладно, продолжим. Открыли мы файл Excel-овский, вот он у нас. Вот он у нас, этот Excel-овский файл, а вы с ним уже работали. Теперь нам понадобится QuickStrike, нам понадобится сайт Чикагской биржи, где у нас таблица, давайте сразу, чтобы не было вопросов. Заходим на сайт CME Group, выбираем трейдинг. Это можно как лозунг интерпретировать. Выбираем трейдинг. Мы выбираем трейдинг. Переходим во вкладку FX. FX. Что это у нас сегодня с сайтом Чикагской биржи, что он так медленно грузится-то. Ну, алло. Трейдинг FX. Я же отдал уже команду. Мы уже должны 200 раз быть на этом месте. Все. FX. здесь у нас таблица фьючерсов основных. Выбираем majors. И вот она, таблица с фьючерсами на валютные пары. Здесь нас будут интересовать цены открытия, потому что ориентироваться мы здесь будем именно на цены открытия. Ну и, соответственно, по этим, от этих цен открытия мы будем строить сейчас уровни подразумеваемой волатильности. Начнем с евро и далее по таблице. То есть, евро, франк, фунт и так далее по таблице. Старый Excel. Да, можете удалить старый Excel, потому что теперь у вас есть новый, который будет работать с индикатором в связке. То есть, вот этот Excel, который вы получили сегодня, именно его стоит использовать. Поехали. Итак, действия наши следующие. Евро, доллар. Смотрим. Евро. Цена открытия 1.14.25. Нам нужно выбрать самый ближайший к этой цене страйк. Самый ближайший к уровню 1.14.25. Открываем Хоринг Эксчейндж. Евро, доллар. Сразу выбираем Выклис. Трехнедельный опцион. Экспирация 21 июля. Какой ближе всего к уровню 1.14.25? Это 1.14 или 1.14.50? Тут посерединке, понимаете? Ну, посерединке. Поэтому лучше подстраховаться и выделить тот, который жирным. Почему в таких ситуациях стоит выбирать тот, который жирным? Да просто потому, что по нему диапазон будет шире и безопасность, если у вас получится вход от границы этого диапазона, она будет значительно выше. То есть безопасность вашего входа, она повысится. Точного ответа, какой все-таки выбрать правильнее и какой отработается именно в сегодняшний день нет. Вот. Но такие случаи, к счастью, они редки. То есть редко у нас цена открытия попадает ровно посередине. 14.25. Чушь совсем, что ли? Не могли хотя бы 26 или 24 открыться. Ну вот 25. Окей. Я возьму 1.1450. Я выделяю всю строку от записи, где волатильность 7.57 до записи тета минус 0.2 десятитысячных. Нажимаю Ctrl-C. Скопировал данные. Перехожу в Excel-файлик евро. В первую ячейку кликаю один раз. Нажимаю Ctrl-V. Данные значения заменились. Перехожу в соседнюю вкладку, там, где Expected Range. Сразу же тоже нахожу евро и нажимаю Ctrl-V. Значения заменились. Все, беру следующий инструмент. Следующий инструмент по таблице у меня идет франк. Нахожу швейцарский франк. Сразу же выбираю трехнедельный опцион с экспирацией 21 июля. Иду в таблицу валютных фьючерсов, смотрю цену открытия на швейцарский франк 1.04.73. Нахожу ближайший это 1.04.50. 1.04.50 это ближайший страйк. Точно так же копирую, перемещаюсь в таблицу, там где написано франк, нажимаю один раз на ячейку с записью 6.96 под строкой volatility и нажимаю ctrl v. Теперь по соседней листу тоже самое ctrl v. Значения переписались. Фунт. открываю фунт стерлингов. Нахожу 21 июля трехнедельный опцион. Шарик покрутился, данные загрузились. Смотрю фунт стерлингов, цена открытия 1.29.61 беру ближе всего будет 1.29.50 копирую вставляю пенч один раз кликаю вставляю дальше идем канадский доллар канадский доллар нахожу канадский доллар выбираю трехнедельный захожу в таблицу фьючерсов смотрю цену открытия 76.82 ближе всего будет 77.00 получается страйк это вот он который у нас сегодня копирую 0.77 вставляю первый лист вставляю второй лист следующий инструмент японская иена что мы сейчас канадский доллар делали блин не отвлекайте меня не по существу не пишите в скайп пожалуйста только вопросы по существу то есть если по существу то что я в данный момент делаю непонятно задавайте вопрос а вот то что там ваше мнение по индикатору но пока давайте не будем правда отвлекаете 802 802 я вот сейчас взял и сбился из-за вас ну разве так можно это же нас очень много сейчас смотрит этот вебинар давайте не будем не по существу пожалуйста так японская иена берем японскую иену вы запоминаете хронологию действий пока что а потом уже будете говорить что вам в индикаторе не нравится а то сразу какие-то предложения которые пока что в действительности сложно приписать и так японская иена трехнедельный опцион смотрим цену открытия цена открытия 0.89320 ближе всего какой вот этот вот 0.8950 да копируем его ctrl-c вставили японская иена соседний лис вставили следующий инструмент австралиец открываем его берем трехнедельный опцион 21 июля его экспирация смотрим цену открытия 0.7634 находим страйк который ближе всего это будет 0.7650 копируем его и вставляем на один лист и сразу на второй здесь смотрите какая важная деталь это надо делать именно так как я сейчас показываю именно в том порядке почему потому что надо как можно быстрее вот это вот все сделать в 10 часов Москвы то есть как можно быстрее у вас должно на это уйти там ну максимум мне кажется 10 минут поэтому именно в этой последовательности мы делаем теперь когда я скопировал все данные по всем валютным фьючерсам только после этого я смотрю количество дней до экспирации открываю экспирацион лист нахожу контракт AD3N7 AD3N7 количество дней 22 отнимаю 1 получается 21 день и пишу везде 21 21 21 21 21 21 именно для валют потому что у валют у всех будут одинаковые данные а вот у нефти и золота будут другие данные поэтому цифру 21 я пишу потом когда уже скопировал все данные теперь надо заполнить значения по нефти и по золоту ну и мне надо отвлечься на ваши сообщения очень важные в скайпе не можем мы на одной паре разобрать это работа с индикатором индикатор он не понимает на одной паре ему надо все сразу так forward point еще не делал то есть именно в той последовательности сначала надо скопировать все данные потом можно заполнить такие значения как forward point сейчас мы до этого дойдем так скопировал по валютам теперь давайте нефть иду к нефти перехожу на сайт cmegroup.com на главную страницу сайт cmegroup я перехожу на твою главную страницу алё алё чё блин семьи честно сказать google chrome что-то у меня подтраивает сегодня алё это какая-то жесть со скоростью а наверное я смотрю в высоком качестве сам себя да а все понятно я сам себя смотрю в высоком качестве конечно у меня интернет будет летать сейчас он будет да можно вообще не смотреть самому себя только транслировать так все но теперь все должно заработать нормально семья расхеджирует нас временем да нет это я сам совершаю роковые ошибки все короче завис сам совершаю роковые ошибки и требую от семьи чтобы они хорошо работали все вот видите сразу заработало сижу смотрю сам себя в HD качестве конечно так переходим на главную страницу семья групп.com здесь есть вот это daily quotes находим вкладку energy здесь есть вот она бренд last day financial future сентябрьский контракт мне проще всего нажимать на картину графика и смотрел цену открытия здесь сразу почему я вам показываю именно такой путь конечно же вы можете зайти в таблицу там у вас будут возникать ненужные вопросы поэтому чтобы их не возникало смотрим на графики который именно здесь где показываю смотрим я навел на сегодняшний день мышку и тут написано наверху слева вот здесь вот видите здесь вот подписывается цена открытия именно этого дня 4767 ну значит ориентируюсь на нее 4767 теперь здесь где pricing sheets открываю нефть energy group oil сырая нефть бренд американский тип открываю можно по той же схеме в этом же файле рассчитать на нефть в этой единственное надо спросить у программиста как тикер контракта менять чтобы он рисовал потому что он на незнакомом тикере не станет рисовать ну ладно итак что у нас там было 4767 ну вот 4750 максимально подходит копирую эту строку обратите внимание когда мы работаем с нефтью и когда мы работаем с золотом мы не берем никакие трехнедельные мы берем контракт с ежемесячной экспирацией ближайший вот он 26 июля все скопируем и напоминаю по контракту с ежемесячной экспирацией когда у него остается неделя до экспирации уровни становятся плюшевыми они как перышки очень легко пробиваются окей копируем переходим в наш файл вставляем бренд здесь и на соседнем листе бренд вставляем теперь то же самое делаем с золотом открываем металлы золото здесь пока что смотрим цену открытия пока там загружается смотрим здесь цена открытия ага цена открытия по золоту у нас сегодня 1249-60 1250 1250 копируем и файлики вставляем ctrl-v заменилась строка ctrl-v заменилась строка диапазоны пересчитаны смотрим теперь не уходим expiration list смотрим количество дней до экспирации контракт ogq7 ogq7 находим 27 дней до экспирации минус 1 26 но у меня здесь так и стоит 26 теперь следующий шаг указываем внизу файла forward point то есть forward point можно указать в последнюю очередь в конце они никуда от нас не убегут все заходим содержание forward points открываем файлик и переписываем значения то есть по порядку первый у меня идет австралиец нахожу австралиец и вот она цифра минус 7.9 пишу минус 7.9 дальше доллар канадец у меня идет нахожу канадский доллар там минус 18.40 изменился минус 18.40 через запятую очень важно потом доллар франк смотрю франк минус 47.1 изменился минус 47.1 следующий евро 46.7 так и пишем 46.7 обязательно учитывайте знак то есть как там написано в таблице forward points так и пишем только через запятую так следующий кто у нас фунт идет фунт 30.30 хорошая цифра уже есть и доллар иена доллар иена минус 37.20 пишем минус 37.20 вот так вот после чего выделили все forward point нажали ctrl c перешли на соседний лист там внизу тоже есть все forward point выделили ctrl v то есть вы просто вставили то же самое что написали на соседнем листе вот и все теперь все готово то есть диапазоны рассчитаны обратите внимание после того как все рассчитано все автоматически там подсчиталось вот здесь вот есть лист лист 1 он называется теперь можем в него зайти заходим в него пока ничего не делаю пока ничего не делаю давайте чтобы вы видели что сейчас произойдет смотрите вот у меня уже добавлен индикатор ну допустим вот золото уровней на сегодня нет уровней на сегодня нет теперь вот здесь где находится файл написано скопируйте следующий диапазон данных это вот этот вот столбец имеется ввиду вот этот вот начиная с ячейки g2 заканчивая ячейкой g41 то есть вот он вот этот столбец просто нажимаете ctrl c и вы скопировали данные сворачиваем файлик ну можно его сохранить заодно можно его заодно сохранить сворачиваем файлик в начале когда мы устанавливали мы сделали ярлык файла level day смотрите что мы сейчас сделаем это важно не пропустите этот момент не надо его сейчас открывать не надо если открыли закройте без сохранения не надо ничего делать на этот файл мы нажимаем правой кнопкой мыши правой кнопкой мыши нажали выбираем открыть с помощью выбираем вариант блокнот то есть обычный текстовый редактор блокнот открывается вот такая таблица крутим в самый низ этот файл нужно каждый день дополнять то есть в этом файле хранится история внизу где первая пустая строка вот она я один раз кликаю заморгал там курсор он там моргает нажимаю control v вставились данные только что сюда скопировались данные из экселя нажимаю файл сохранить закрываю открываю терминал и у чуда уровни нарисованы на каждом инструменте сейчас будут нарисованы уровни то есть он взял и везде подставил уровни сам нарисовал а теперь давайте уже чудить с самим индикатором давайте чудить с самим индикатором покажу его настройки отвечу на вопрос вопрос важный индикатор прошлого уровня на величину по forward point не сдвигает уровни сдвигает только excel индикатор рисует уровни то есть все расчеты ведутся вот в файле который называется ильдар расчет выдать 3 отсюда вы копируете конечные данные которые у вас получились исторически он не меняет исторически остаются без изменений история хранится в том файле который называется level day вот на него ссылка теперь давайте поработаем с самим индикатором покажу какие у него настройки есть для этого откроем откроем ну давайте откроем золото давайте откроем золото возьмем обычный черно-белый шаблон так вот добавим сюда индикатор вот он где он ки level from файл перетягиваем здесь написано какой-то сергей косиренко это видимо тот человек через которого я заказывал индикатор ну наверное это он почему у меня они написали сранцы я же им платил деньги ладно разрешить импорт длл все есть разрешить импорт внешних экспертов галочка стоит и теперь входные параметры написано рисовать бд выбрана true это значит что да действительно рисовать уровни бд рисовать бк да действительно рисовать уровни бк рисовать expected range 1 expected range 2 expected range 3 ну давайте сейчас их отключим потом будем подключать отключим фасл значит убрать далее идут цвета вот эти настройки кроме цветов менять ничего не надо кроме цветов ничего не надо окей нажимаю окей вот они появились линии все он добавил он добавил все нарисовал я вижу диапазоны теперь можно зайти в свойства индикатора список индикаторов свойства выбрать expected range допустим рисовать действительно рисовать true выберем его цвет expected range 1 ну давайте выберем зелененький вот он рисует зелененьким тут много корявых вы видите expected range это старые где мы немножечко корректировали метод его прорисовки метод его расчета и так далее то есть на него смотреть не надо а вот здесь уже новый хороший expected range давайте нарисуем expected range 2 true рисовать expected range 1 уберем expected range 2 мы сделаем каким цветом этот был у нас цвета весна ну давайте aqua хрясь он нарисовал обратите внимание вот на какую деталь expected range 2 он здорово показывает точки здорово то есть последние вон несколько дней уже нормально прорисовывается он правильно настроенный expected range здорово показывает точки за которыми можно было бы и стопы ставить то есть если вы во внутридневном применении от уровней на отбой заходите то неплохо было бы держать эти стопы ну например за диапазоном expected range 2 ну и expected range 3 то есть это тот диапазон за который теоретически мы вообще не должны выходить а если выйдем то на какое-то короткое время давайте его нарисуем expected range 3 допустим цветом вот таким он нарисовал его а и у меня начинает сливаться надо другим надо посветлее надо посветлее допустим вот таким что ли вот таким вот он тот самый дальний диапазон если уж мы за ним оказались то происходит какой-то трэш уже точно можно задумываться над тем что а может быть хватит вот так вот это все рисует что умеет рисовать индикатор уровня бд уровня бк expected range 1 2 3 если пропустил день ну все просто вот у меня смотрите понедельники вот понедельник я по понедельникам знаете же что отдыхаю что у меня индикатор рисует в понедельник ничего ничего единственное условие у вас должно быть время на компьютере дата настроена правильно потому что экселевский файлик он дату берет не откуда-нибудь а с вашего компьютера и присваивает даты для линий поэтому если у вас будет дата в прошлом он будет рисовать вам скорее всего в прошлом кстати надо проверить но можете обратить внимание на всех инструментах у меня отсутствуют понедельники видите где почему да потому что я в понедельник ничего не делаю я человек который любит свободу и любит по понедельникам ничего не производить не делать не осуществлять ну как хотите в общем это воспринимайте как хотите это воспринимайте слушайте а пояне действительно здоровский вход получился конечно Здоровски, да, респект. Ну что ж, теперь я так понимаю, что мы индикатор установили, и он готов к применению. То есть еще раз поговорим, что нужно сделать. Все очень просто. Введете все расчеты так же, как вы их ведете. Единственное, изменения какие на листе Expected Range, Forward Point тоже теперь нужен, поэтому его копируете с первого листа. То есть прямо копируете и вставляете. Когда вы все посчитали и уверены, что заполнены все ячейки, после этого только открываете лист 1 и копируете диапазон данных с ячейки G2 по ячейку G41. Причем копируете не вот так вот, а именно вот этот один столбец. То есть тут вся информация хранится. Вот оно, все, где есть циферки. Чик-чик-чик-чик, один столбец. Скопировали, после чего при помощи блокнота открыли ярлык Level Day и нажали кнопочку Ctrl-V, вставили. Затем файл сохранить. И все, и закрыли. Индикаторы, ой, данные перенесены в терминал. Я, конечно, мог бы сделать этот индикатор таким, что данные выгружались бы на сервер, и вам не надо было бы ничего считать. Но тогда мне же пришлось бы его обслуживать и вносить данные туда. И если у меня выходной, вы бы все ругались и говорили, да где, блин, данные, почему ничего нет. Вот поэтому, конечно же, считайте сами, ибо всем вам этот индикатор достается, ну, получается, как приятный подарок. Получается так. Теперь. Теперь. Expected Range 3 и БК совпадают. Это совпадение? Да, это совпадение. Это зависит от количества дней до экспирации, поэтому можно поперебирать дни и представить, что сегодня другое количество дней тогда совпадать не будет. То есть всегда будут дни, когда они совпадут. Теперь двигаемся дальше. Вот вопрос, если выносить данные в американскую сессию чуть позже, у нас будет просто с вами небольшая разница, потому что в течение дня меняются данные по волатильности незначительно, и незначительно меняются коэффициенты греки. Поэтому у нас будет с вами разбег плюс-минус 100, 120, там 150 пунктов, будет разница. Статистика показывает, ну, как наблюдения показали, что вот в 10 часов Москвы самое удобное время. Но если делается чуть позже, ничего страшного в этом нет на самом деле. Ну, все равно у вас все будет... Так, форвард-поинт пишем через запятую. 1,2 или 1,20. Абсолютно одно и то же будет. В разделе данных пишем, ну, вот ровно то, что есть к ценам открытия. То есть без импровизации, потому что опять, чтобы по-разному ни у кого не получилось. То есть все привязываем к ценам открытия. Теперь повторение мать учения. Вот, но для кого-то это будет познание. Давайте на всякий случай в записи к этому вебинару, потому что, мало ли, кому-то я этот индикатор передам еще или вообще захочу выложить в открытый доступ его. Поэтому надо, конечно, знать, что делать с этими уровнями. Что делать с этими уровнями. Вот, ну и давайте поговорим, чего с ними делать. Ну, точнее, про те паттерны, которые они показывают. Все я рассказываю. Понятное дело, не буду, потому что большую часть вы знаете. Вот, но про паттерны, кстати, знают из вас не все. Поэтому для кого-то повторение, для кого-то новая информация. Правила работы с этими уровнями. По нефти ничего не получается. Скорее всего, из-за тикера. Да, скорее всего, из-за тикера. Скорее всего, у вас она называется как-нибудь XBR или выбрали там CL она называется, или еще что-то. У меня она называется именно BRN. Именно BRN. То есть по нефти, сразу говорю, и по золоту могут возникнуть косяки, если у вас тикер другой. Допустим, у вас золото называется Gold, а нефть называется не BRN, а как-то по-другому. Могут возникнуть косяки. Я, кстати, должен задать этот вопрос программисту, потому что у меня-то такой проблемы нет, у меня все работает, он под меня делал. Вот, а у вас может возникнуть. Поэтому я ему задам, как тикер поменять. Вот, из-за тикера, да, может не отображаться, потому что для него важно, как у вас график называется. То есть если я на другой график кину, то показывать, скорее всего, не будет. Объяснить еще разок про 10 утра. Смотрите, в чем дело. Смотрите, в чем дело. Особенность в том, что это надо делать, расчет этих уровней, самое благоприятное время, это делать тогда, когда рынок еще не успел ничего сделать, еще не успел сделать никаких движений. То есть это промежуток между открытием Тихоокеанской торговой сессии и между открытием Европейской торговой сессии. То есть до открытия Европейской сессии это надо сделать. Вот где-то вот в этом промежутке времени. Потому что обычно здесь цена особо не шевелится. Я человек такой, который, ну как сказать, я никогда не прихожу к графику там в 8 часов утра и не пытаюсь чего-то тут сделать. Нифига подобного. Я прихожу в 10 часов Москвы ровно, сажусь и начинаю это все делать. То есть не раньше. Раньше я ничего не делаю. То есть у меня еще была какое-то время назад вредная привычка вставать там рано утром. Ну вот сейчас я совсем на это глубоко наплевал, потому что ранние подъемы для трейдинга, они ничего хорошего не сулят. Но это не требует необходимости. Поэтому в 10 часов Москвы я всегда копирую данные. Ну и как бы статистика у меня накопленная, которая есть, это вот копирование данных в 10 часов Москвы. Вот поэтому надо делать в это время. Потому что, ну вот в это время я все время делал, и в это время я и накопил свою статистику. Вот они, эти уровни и отрабатываются. Я не сомневаюсь, что в другое время тоже можно накопить там положительную статистику. Вот, но чтобы на ежедневных трансляциях, где мы вместе торгуем, все у нас было одинаково, делайте, пожалуйста, в 10 часов Москвы. Вот. И ни в коем случае не делайте это на активном рынке. То есть когда у нас европейская торговая сессия и американская торговая сессия рассчитывать уровни не надо, потому что волатильность резко меняется, и данные будут отображаться у вас неверно. То есть все будет неправильно. Ничего не выйдет. Ничего не выйдет. У меня нефть, юсоил. Не будет отображаться. Надо тикер менять. Я спрошу. Я спрошу у программиста, как поменять тикер. Это важно. Это важно. В 6 утра тоже не надо. Зачем вставать в 6 утра? Если, ну, вставать в 6 утра надо, если вы живете, допустим, на земле сразу, то есть день в поселке, в деревне, то там круто вставать в 6 утра, потому что там действительно завораживает. А если в городе, то нечего вставать в 6 утра, что тут в 6 утра смотреть. А там, да, там здорово. Вот. Ну, ладно. Про подъемы поговорили. Теперь давайте повторим на всякий случай правила техники безопасности и что показывают эти уровни. Также я сегодня на всякий случай еще раз расскажу про паттерна этих уровней. Расскажу это для того, чтобы осталось на записи, потому что если кто-то у меня этот индикатор попросит и я вдруг дам, то мне неохота будет проводить второй раз вебинар и рассказывать, опять же, про паттерны уровни, когда можно один раз все это сделать. Это гораздо удобнее. Поехали. Продолжаем. Вторая часть. Правило. Правило номер один. Самое главное правило. Вы должны его понимать и четко визуализировать у себя в голове, почему оно работает именно так. Я вам напомню, что вообще принципиально показывают уровни БД. Давайте вспомним. Что показывают уровни БД. Надо было их назвать уровни ДБ. Так было бы правильнее. Но я почему-то поддался, как это называется, тренду, как в интернете говорят. И назвал, что вроде баланс это должно называться. Хотя это должно на самом деле называться дисбаланс. Почему? То есть это те точки. Смотрите, вот эти вот точки, вот эти вот линии. Что это такое? Это те точки, в которых большое количество трейдерских позиций переходит из нулевых в отрицательные, либо наоборот из отрицательных в нулевые. То есть эти уровни, вот ближайшие БД, это те точки, в которых трейдеры начинают испытывать самое неприятное состояние. Самая сложная эмоциональная нагрузка им дается именно в этих точках. Потому что смысл каков? Вот смотрите, в чем смысл. Прямо разберем на примере трейдера фатального новичка, который вот прям совсем-совсем только пришел на рынок. И вот его научили там в брокерской компании, как открыть сделку, как захеджироваться опционом. И все. И он больше ничего не умеет. То есть у него эмоциональный фон, как у пятиклассника. Вот как у пятиклассника, который попал в мужскую курилку, где дядьки прожженные, которые громко курят, от них пахнет табаком, матерятся, у него уши вянут, и вот ему с этими людьми надо иметь дела. Понимаете его эмоциональный фон? Вот так вот выглядит трейдер. Представьте себе ситуацию. Он провел технический анализ, так как он это умеет делать. Как умеет делать технический анализ трейдер-новичок? Ну, статистически он умеет делать его не в свою пользу. Это уже статистика. То есть иногда ему везет, но чаще всего не в свою пользу. Хорошо. Допустим, трейдер-новичок. Вот она. Есть у нас цена, к которой мы стремимся. Это цена неактивного рынка. Трейдер-новички почему-то там начинают открываться, когда еще ничего не происходит. Ну, или сразу после открытия, или на самом открытии сессии. Вот они прям любят открытие. Я не знаю, что им там намазано, медом, наверное. Ну, вот оно, открытие трейдера-новички. Открываются, там разделились. Кто-то продал, кто-то купил. Дальше его действия каковы? Ну, допустим, он продал. Допустим, он продал. Смотрит вниз, но на всякий случай наверху захеджировался колл-опционом. Вот премия колл-опциона. Это его премия, которую он купил в этот день. Сегодня цена открытия. Вот она нанесена. Единственное, у нас она чуточку сглажена, чуточку сглажена, чтобы каждую не наносить. Вот она чуточку сглажена, чтобы именно увидеть большую часть этих пересечений. Суть. Вот он сидит, у него селл, понимаете? Довольный. Цена открытия. Помните это ощущение, когда вот ты начинающий трейдер, буквально там на рынке, месяц, два, три пускай будет, все, что до года, не важно. Нажал кнопочку, вот только нажал ты ее, вот этот вот селл или байк, только нажал, вот она сделка заключена. Все. Начали бегать циферки. Плюс один, плюс два, минус один, минус два, плюс один, плюс два, минус один, минус два. И это такой своего рода первый бриз, который мы ощущаем от сделки. То есть так здорово. Это как будто ты заходишь в море, только вот, но зашел, почти колотку. То есть вот они, первые ощущения такие пошли, тактильные, приятные. Хорошо. Получил он приятные ощущения. Дальше рынок начинает отыгрываться в одну либо в любую сторону и в любом случае он пойдет, ну хотя бы против кого-то. То есть здесь в начале, вот когда открытие, открытие происходит, торговые сессии, там много их набегает, новичков, в итоге кого-то окажется больше, кого-то окажется меньше, неважно. Но рынок пойдет по тому сценарию, который выбрало меньшинство. И вот он против большинства попиликал. Попиликал, попиликал. Соответственно, наш довольный смайлик, против которого идет рынок, здесь стоит это уже представлять не как, как будто бы он в море зашел, да, по щиколотку, нифига. А как будто бы он заходит в водоем, в котором температура воды, ну пускай будет 2-3 градуса. То есть это как в проруби, вот такая температура воды. Понятная идея. Заходит медленно, вот самое важное. Представьте, вот он медленно заходит в эту воду. Вот прям медленно. Цена идет против него, его в водоем надо идти, причем он не хочет еще туда идти, вот это тоже важно. Он не хочет туда идти, его заставляют, допустим, какие-нибудь там, ну плохие ребята его заставляют заходить в этот водоем. И вот она, точка вот эта вот синяя. Что это такое? Это когда у него в терминале опцион начинает плюсовать и он видит по комбинации продажи у него фьючерса и покупка опциона. По комбинации он видит максимальный убыток, который может получить. Вот она и есть, эта точка. Это сродни тому ощущению, когда вот в такой холодный водоем вы заходите на 30 сантиметров 40, ну у кого как, выше колена, чуть ниже того места, на 10-20 сантиметров, где вы носите ремень, вот когда вы зашли и на вас начинает намокать единственная одежда, которая у вас в нижней части тела в этот момент одета. Вот она начинает намокать в такой холодной воде, а вы медленно заходите. Вот такой у него фон только эмоциональный. Понятно, что в воду он никуда не заходит, но у него в этот момент дух как бы так сковывается. Дыхание застопорится вот на одну секундочку, дышать тяжело, именно в этот момент надо дальше, ну идти дальше уже смысла нет, надо плыть. И то же самое у него. Идти дальше смысла нет. Надо принимать решение. Суть вот в чем. Смотрите, трейдер-новичок в этот момент получает самый категорически болезненный удар, который вообще может испытать трейдер-новичок. Это удар по эго. Дело в том, что вот почему многие терпят убытки в трейдинге, но если проводить эксперименты, допустим, заставить людей торговать на демонстрационных счетах, они таких убытков терпеть не будут. Почему? Да потому что на демонстрии счете вам пофигу, а когда дело идет на реальные деньги, эго расстраивается, понимаете, для трейдера эго это но как же, я что ошибся, о боже мой, что вы все, я получил, ой, я получил убыток, ой-ой-ой, а я же пришел сюда за яхтами, замками там и так далее, и так далее, ой-ой-ой, и вот эта вот точка, она получается, понимаете, в чем ее фишка, она наступает не у одного трейдера, а у большей части этих трейдеров одновременно возникает вот это вот, когда холодная ледяная вода, щекочет им вот то самое место, а они этого не хотят, понятное дело, что психика выдерживает там у 10% из них, что они начинают делать, они понимают, что блин, ну ладно, здесь я ошибся, но обиженное эго, вот психологически, по моим наблюдениям, опять же, я не психолог, но по моим наблюдениям обиженное эго в первую очередь начинает искать себе оправдание, то есть оно ищет методы как бы выгрузиться из этой ситуации, как бы себя оправдать и вновь встать в своих глазах ну вот каким-то воображаемым героем, который вот-вот разбогатеет. Очевидно, что делает эго, оно толкает мозг на попытку прогноза какого-то нового, то есть блин, было очевидно, но я не увидел по тем-то, тем-то факторам, там новости, что-нибудь сыграли, еще что-то, то есть какая-нибудь отговорка, все было очевидно, конечно же, надо вставать туда. Например, он, почему возникает сам дисбаланс, то есть почему цена, когда доходит, вы видели наверняка, она начинает тормозить и отбивается, то есть за счет чего это происходит? Все очень просто, эти трейдеры начинают свои позиции массово закрывать. Почему? Потому что трейдер-новичок, который приходит на биржевой рынок, он патологически гонится за маржей, он ее постоянно пытается освободить, чтобы открыть новую сделку, потому что она у него постоянно вся занята, потому что он нарушает все правила возможные и невозможные, и понятное дело, кредитное плечо у таких трейдеров, которым холодного дача и кончат то самое место, оно задействовано на максимум. Единственное, что он может сделать, когда уже получил по своей комбинации максимальный убыток, что он может сделать? закрыться. Вот оно, вот эти все закрывальчики приходят и начинают, понимаете, все свои продажи превращать в бай. Вот они, большие бои получаются здесь. С одной стороны, с точки зрения логики, у нас появляется идея, что если они все начинают покупать, цена же должна расти. И тут всплывает он. Помните его? большой крупный игрок, который у нас позиционируется как кит, сегодня он будет добрым и в шляпе. Его философия жрать креветок, вне зависимости от их мнения. Креветки вот здесь покупают, то есть то, что продавали ранее, они покупают обратно, то есть закрывают. Селл фьючерса можно закрыть только бай. Вот здесь начинают представьте себе, что вы находитесь под водой и у вас одеты специальные подводные наушники. Вы слышите, как вот эти морские все существа шевелятся, как они. И вот они именно в этой точке, понимаете, начинают бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Что делает кит? Он с удовольствием отправляется сюда и все эти покупки съедает, если они ему интересны. Именно по этой причине то есть когда им всем надо купить, кто-то им должен продавать. Соответственно, они превращаются в кого? Они превращаются в так называемых бай-маркетов, пэкманов, которые покупают по рынку. Пэкманы по рынку могут покупать только отложки. То есть они могут выкупать там отложку чью-то. Все очень просто. Если этот объем покупателей будет интересен вот этому вот чуваку, он их сожрет всех. То есть они все, что можно, выкупят, а потом он немножечко попродает по рынку. В итоге это создаст движение, когда он их всех устранит, и у него получится большая продажа в прибыли за счет малых каких-то усилий. Вот и все. Вот и вся фишка. Только поэтому возникает дисбаланс. Этот дисбаланс иногда будет меньше, чем мы ожидали. Иногда будет меньше, чем мы ожидали. Иногда этих креветок будет не как обычно 100-150, а их будет допустим 5 штук. Понятное дело, что большой кит, он скорее всего на них не бросится, но мы увидим реакцию все равно на рынке. И отсюда вытекает правило. Главное правило уровня БД не тестируют повторным возвратом. И вот почему. Ну вы просто представьте себе эту ситуацию. Просто представьте. Вот он, водоем. Вот он идет, тот, кто не хочет. Шаг сделал, еще шаг сделал, еще шаг сделал. То есть здесь по щиколотку, здесь по колено, здесь по пояс. Потом развернулся, а он не хочет дойти. А потом подумал, не, все-таки пойду. Все-таки пойду. Ну вряд ли так будет делать большинство. То есть большинство идет, ну вот конкретно до конца. Поэтому дисбаланс, он возникает, ну как говорится, здесь и сейчас. Не будет у них второй попытки испытать такой стресс. Этот стресс, он коллективный, понимаете, он коллективный, он сразу одновременно у всех. И этот коллективный стресс, он срабатывает, понимаете, это большая эмоциональная бомба, которая просто распространяет одну вот такую волну, просто и она пошла по рынку. Прошлась. Все. После этого второй раз теста не будет. Поэтому главное правило, которое мы должны проговаривать, уровни ПД не тестируют повторным возвратом. Их стоит принимать как одноразовые. Второе. Если вы не увидели реакцию на часовике, это не значит, что ее не было вовсе. Иногда она видна на 30-минутных, 15-минутных или 5-минутных таймфреймах. Чем это связано? Ну вот как раз с тем, что не всегда дисбаланс возникает ровно таким, как мы его ожидаем. Принцип работы уровня заключается в единовременном проявлении дисбаланса. Из примеров, хороший пример вчерашний канадец. Давайте сюда добавим индикатор. Индикатор, иди сюда. Индикатор, иди сюда. Индикатор, иди сюда. И вот пример. Смотрите, дисбаланс возник не таким, как мы его ожидали. Поэтому, конечно, его нужно чем-то дополнять. Вот он, вчерашний день. Я сейчас открою. 15-ти минутки будет достаточно, чтобы посмотреть. Вот она. Пришла. Вот он. Дисбаланс возник. Но он оказался маленьким. Соответственно, повторный поход котировки к чему он привел. к тому, что уровень был пробит. Вот и все. Поэтому важное правило заключается вот в чем. Если в какой-то момент у вас торговые условия совпали так, что вы от уровня то есть вы от уровня БД зашли в рынок. Дальше вашей задачей, вот если вы зашли, становится контролировать варианты возврата. То есть какое-то время посидеть, последить, либо чтобы она ушла, либо как только она чуть ушла, поставьте какую-то незначительную безубыток, ну вот как мы сейчас сделали по ЕНИ, либо еще что-то. Но вы должны осознавать, что если цена придет сюда второй раз, вероятность пробоя она очень и очень высока. То есть прямо высока. Это говорит о том, что, ну блин, дисбаланс, который мог там возникнуть, он был незначительным. То есть он был незначительным, ныряльщиков в этот день было мало, погода особо холодная, в общем никто купаться не пошел. Вот так вот, если хотите. Так. Что тут у нас написано? ДБ звучит как ругательство. Ну да. Кончайте, флудить. Совершенно согласен. Ярлочки, согласен. Да, надо создавать. Окей, двигаемся дальше. Пункт первый понятен. Правило, что не тестируются они повторно. И если у вас после первого касания линия пробивается, это так и должно быть. Это нормальное явление. То есть нас интересует именно первое касание этой линии. Если при помощи БД мы заходим в рынок, надо понимать, что вообще эти уровни, они корректирующие. Они корректируют наши намерения. То есть мы видим уровни и от них корректируем наши намерения. Так, сейчас, секунду, я напишу смс. У меня тут пропущенный звонок и я не могу на него не ответить, потому что нельзя не отвечать родным и близким. Так. Ага, сейчас, секунду. Все, я ответил родным и близким и мы можем продолжать. Вот здесь сразу написано то, что я и говорю. Уровни БД, они идеально подходят для того, чтобы корректировать точку входа. То есть, смотрите, вот у нас есть уровень, неважно какой уровень, но он есть. Это может быть уровень, опционный уровень, это может быть уровень ложного пробоя, это может быть уровень высокого объема. Все, что угодно. То есть, это может быть денежный уровень, да? Денежный уровень, это может быть. Вот они, есть. И мы приходим к уровням. Часто ли бывает такое, что цена не доходит до уровня и разворачивается, идет наверх? Часто ли такое бывает? Блин, до 100 раз бывает, но в этом случае очень удобно использовать как раз уровни БД, потому что если они у вас нанесены, вы смотрите, блин, у меня БД сегодня раньше, чем сам уровень попадает. И вы уже корректируетесь, то есть вы уже свои намерения несколько корректируете и точку входа поправляете. Ну, как, например, мы, кстати говоря, Йену корректировали вчера отложку, помните? Мы ее вчера откорректировали как раз по этой технологии. То есть вот у нас что там было? Или не по этой? Все, посмотрим. А, нет, не по этой. А, нет, по этой. Мы ее поднимали отложку, потому что у нас уровни сместились наверх, мы отложку поднимали и в итоге здоровски получилось. Ну, либо пример, допустим, представьте, вот здесь была бы ситуация с терлинг. Сейчас у меня открытая сделка, у вас тоже должна быть открыта эта сделка, если не открыта, жаль. но должна быть, потому что вместе мы открыли. Представьте себе, вот такая ситуация была бы. Да? Здесь бы остался только байлимит и цена бы вот на такую величину выросла. Печалька? Печалька. Но смотрим вот сюда и радуемся. Потому что действительно же, ну, по факту там мы видим, действительно до уровня это был, а, ну, в этом случае доход. В этом случае доход, но если бы был не доход, то вот же, вот же, корректирующая точка входа. Войти можно было еще за день до того, как мы вошли. И это здорово. Это здорово, потому что корректироваться около уровней, корректироваться около уровней, это здорово. Теперь идем дальше. Можно ли убрать мою кривую историю? Лучше не надо. Вот. Ну, вообще, это технически возможно, но я не буду показывать, как, чтобы вы... Ну, в общем-то, все на самом деле просто возьмите, зайдите в этот... Да не, не надо, не буду вам показывать, как это делать. Но можете зайти, допустим, открыть вот этот файл, который называется Level Days и удалить там все, кроме первой строки. Все, кроме первой строки при помощи Excel удалите, и тогда история сотрется, скорее всего. Но я не уверен, поэтому сохраните копию. Видимые уровни и исключения? Да, разумеется, никогда не заходим от видимых уровней. То есть, прям не надо этого делать. Прям не надо. Ладно. Важная особенность. Поговорили про недоходы и то, что можно корректироваться. Это очень здорово, это радует. А теперь паттерны, которые я должен включить в этот вебинар и должен сделать так, чтобы они остались на записи. Паттерн, который будет называться пункт А. Так мы его назовем. Мне, кстати, очень нравится придумывать название паттерном. Мне кажется, я создан для этого. Пункт А. Это паттерн смена тенденции. Он показывает нам случаи, когда тенденция приобретает новый характер, когда она конкретно меняется. Меняется, с чего на что. Это тоже надо проговорить на данном этапе. Тут не совсем смена тенденции, потому что тенденция, она же может и отсутствовать. Но будем говорить смена фазы состояния, если хотите. То есть, бывают какие фазы состояния рынка. Рынок может быть падающий, рынок может быть растущий и рынок может быть во флейте, ну, еще в узком флейте. Все. То есть, других фаз не бывает. И паттерн пункт А, он говорит нам о том, когда эта фаза поменялась. Она может поменяться, допустим, смотрим, она может поменяться с растущего на растущий может? Нет. Значит, с растущего может поменяться на падающий либо на флет. С флета может поменяться на падающий либо на растущий. С падающего может поменяться на растущий либо на флет. Понятно, основная идея, да, то, что либо восходящий тренд прекратится, либо поменяется на нисходящий и так далее. То есть то, что было до этого дня, оно изменится. Как определить этот паттерн пункта А? Определяется он следующим образом. Пробой одной границы BD. Имеется в виду верхняя или нижняя. То есть у нас есть границы BD. И если происходит пробой одной границы наверху или снизу, то мы этот фактор фиксируем. Я для себя выделяю желтеньким квадратиком всегда на графике. За пробой принимаем вот здесь вот величину от 200 пунктов. То есть больше 200 пунктов оно туда вышло. Вот 200. По пятизнаку я говорю. Уровень считать пробитым. Значит пункт первый. Пробой одной из границ. Пункт второй. Следующий день. У нас цена открытия дня. Она получается. Здесь я разделитель периода нарисую. открывается близко к одной из границ и далеко от другой. Но в данном примере, если пробили верхнюю, то близко к нижней и далеко от верхней. Это называется смена тенденции. Но в данном случае мы будем расти. Если допустим, я сейчас слайд покажу. Если внизу, то вот здесь верхняя будет, там далеко внизу будет нижняя. Представляете себе всегда вот какую картину. Представьте себе, что есть натяжной потолок, это и есть граница БД. И он так вот его давит, 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 это не тот. Смена тенденции. Пункт А. Смена тенденции. Почему я назвал пункта его? Потому что мы дальше будем на него ссылаться. То есть смотри, пункт А будет написано. Вот он, такой пример. Фаза рынка. Флет. Закрываемся. Вот она. Проткнули границу, закрылись выше. Открытие следующего дня прям аккуратно над нижней границей и далеко от верхней границы. То есть здесь зарождается новая тенденция, в данном случае растущая. В данном случае растущая. 200 пунктов и закрытие на часовике. Просто 200 пунктов. Просто 200 пунктов и капец. Это дичку. Пожалуйста. Дальше идем. Понятно, как выглядит. Ну, на записи останется. Можете еще раз посмотреть. То есть вот прям представляете себе. Чипок. Произошло. Атерт смена тенденции. Что я здесь про него написал? Пробой одной границы, закрытие за ее пределами, открытие близко к новой. Границы. А, и еще объем, кстати. Если пробоешь закреплением над уровнем на младших таймфреймах, M5, 15, 30, предшествовал крупный объем, то точно оно. То есть тут смысл вот какой. На этапе, когда мы подбираемся к той границе, которую рынок собирается пробить, если он ее пробил, зайдите потом, не поленитесь на M15, и посмотрите, как это происходило. Обычно это происходит вот так вот. Допустим, это внутри часовика где-нибудь. Вот так оно выглядит. Обычно перед самим пробоем заодно две свечи на M15 появляется такой истеричный объем, который прям высокий. То есть начинает прикладываться усилие. И за счет этого, то есть за счет того, что ему, как говорится, как нарисовать пинающего человека. Надо сходить на кружок рисования, наверное. А, я знаю, как его нарисовать. Значит, на этой ноге он стоит, а вот этой он пинает. То есть он прямо так вот берет. Получился у меня Пэкмэн. И с силой пинает. То есть усилие проявляет. Вот оно, это усилие проявляется. Обычно на 15 минутках, 30 минутках видно это подтверждение на графике объемов. То есть перед пробоем он прям так втык с туда. И делает втык. Кстати говоря, это объяснение тому, когда вы на вебинарах слышите от меня, я поставлю алерт, а когда придем, посмотрим, что там будет, что именно я смотрю. Но вот это я и смотрю, не было ли перед этим усилия. То есть если перед уровнем самим было какое-то подобное усилие, то нафига тогда от него входить. То есть тогда и не надо. Идем дальше. Следующий паттерн. Асимметрия. У вас BD уязвим написано. Уязвим почему? Где написано? В каком примере? Где? А, на скрине, наверное. На скрине, наверное. Это я подписал, потому что вот в данном случае там, по-моему, что-то было с контекстом. То ли что-то с открытым интересом. Я, правда, не помню, что было. Но я сам там лоханулся в тот момент. То есть здесь была у меня одна из неудачных сделок. Я тут здоровски лоханулся. Здоровски лоханулся. Ну да ладно. Следующий паттерн. Асимметрия открытия дня. Что это такое? Все, наверное, знают, что такое асимметрия. То есть представьте себе. Вот они есть две границы. И цена открытия может быть расположена примерно приблизительно симметрично к этим уровням. То есть где-то посерединке плюс-минус там плавает. А может быть расположена прям выражена асимметрично. То есть она может быть значительно ближе к нижней границе. Либо наоборот значительно ближе к верхней границе. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что за счет какой-то предыдущей волатильности, допустим, волатильности предыдущего дня, либо за счет активности трейдеров на рынке, либо за счет еще чего-то на рынке появился бесплатный сыр. Что такое бесплатный сыр? А что такое бесплатный сыр? Прям представляете себе его. Бесплатный сыр, когда мы говорим про рынок. От него запах бесплатного сыра исходит. Это ситуация, в которой возникает резкий дисбаланс между стоимостью опционов put и между стоимостью опционов call. Такое иногда случается. Но даже сейчас, если мы возьмем, есть некоторая разница. То есть она всегда присутствует, но иногда в ней бывает резкий дисбаланс. То есть если мы посмотрим, сейчас, допустим, цена. Вот смотрите. Call Settle 12.2, put Settle 13.1, а strike 1, понимаете? Strike-то 1, вероятность, что мы пойдем вверх, вероятность, что мы пойдем вниз, она примерно одинаковая. То есть, ну, плюс-минус одинаковая вероятность. Почему тогда цена разная возникает? То есть, и вот тут вот как раз уровни, они нам это показывают, что да, иногда разница в этих ценах, она бывает такая значительная, что возникает подобный дисбаланс. Цена открытия находится очень близко к премиум put-off или call-off. Это и есть бесплатный сфер, понимаете? Не бывает сверхдешевых опционов и сверхдешевых каких-то входов на рынок. Ну, то есть они, конечно, бывают, но в 90-то, там, скольки-то случаях, в 90-то процентах, там, скольки-то, они не срабатывают, потому что если бы дешевые опционы всегда выходили в деньги, но были бы фонды, которые их активно бы скупали просто вот и все. Но таких фондов нет. Смысл в том, что в какой-то момент put получается значительно дешевле кола или кола получается значительно дешевле put-a вот по текущей цене. Открытие, то есть там именно около денег. То есть это неправильно. И рынок эти несовершенства всегда устраняет. То есть когда есть такое несовершенство, он стремится от этого бесплатного сыра, вот здесь вот бесплатный сыр находится, удрать. То есть он стремится сделать так, чтобы те, кто этот бесплатный сыр купили, ни в коем случае на этом не заработали. Вот и все. Потому что трейдеры-то, они не дураки, они увидят, ух ты ж, блин, копеечные опционы, давай скупим. Пойдет, пойдет. Нет, да, конечно, это копейки. Здорово же. Ну, представьте, у вас возможность есть, допустим, ну, я условно, то есть очень утрированно. Вот вы открываете сделку, когда что вы платите единовременно? Спред, да? А дальше уже, ну, все зависит от рынка. И представьте, вам бы предложили, что сейчас вы заплатите спред по продаже, вот он спред, допустим, ну, 25 пунктов вы заплатите, у вас есть продажа, но если цена пойдет наверх, мы вам минус засчитывать не будем. Если пойдет вниз, мы вам будем засчитывать плюс. Будете брать такую продажу? Хлебом не корми, дай только таких продаж. Но само по себе предложение, оно абсурдное. Кто вам будет такое предлагать? Бред же полнейший. Вот. И здесь как раз возникают такие картинки. То есть ассимметрия, это когда возникает подобный бред, ну и конечно же рынок подобное несовершенство устраняет своим движением, своим ценовым движением. И вот они примеры ассимметрии. Вот они примеры ассимметрии. Смотрите. Золото. Какое это мае? 25 или 26? Сложно сказать, 26 вроде. Цена открытия дня. Насколько она близко к одной границе и насколько она далеко от другой границы. Что мы получаем на выходе? Цена валит. То есть прям весь день валит конкретно от бесплатного сыра, потому что бесплатный сыр, вот он лежит. И она пытается от этого бесплатного сыра удрать. Второй пример ассимметрии. То, что совпало, что на золоте, но ладно. Вот цена открытия. Вот он, сыр бесплатный. И вот он итог. Цена валит от бесплатного сыра. Так будет происходить чаще всего. Если для нефти и золота уровни БД пришевеют последнюю неделю, то для трехнедельных опционов, для трехнедельных такого срока нет, потому что мы же постоянно берем следующий контракт. Мы на следующей неделе берем уже новый и новый и новый, и поэтому там такого срока нет. При ассимметрии тогда здесь выгодно купить путы и купить актив. Да, совершенно верно. Если цена уходит от дешевого опциона, тогда трейдер в прибыли по фьючерсу, но если купил, то да. Если купил, то да. Журнал. Хорошо. Так, вопрос на Ютубе. Мне же надо туда зайти. Зачем писать на Ютубе? Я же там нет. Я же там нет. А, ну вот он тот же самый вопрос, да? Ответил. Окей, дальше идем. Дальше идем. Понятность ассимметрии. Следующий паттерн. Следующий паттерн. Закрытие дня. Закрытие дня. А, ну, кстати, тут важно же зачитать. Важно зачитать. Я же писал текст, специально придумывал. Как выглядит, я думаю, понятно. Вот поэтому первую часть не читаю. Здесь еще написано у меня, что выход новости может подобное движение остановить. То есть, часто я замечал, что вот начинается день с ассимметрии, идет, 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 идет. И где-нибудь в процессе, где-нибудь в процессе, здесь вот, допустим, выйдет новость. То есть, если выйдет новость, то подобное движение, вот оно в процессе уже зародилось от начала ассимметрии, если выйдет новость, то он просто может остановить движение, допустим, раз вертолет получился, все, оно стоит на этом месте. Либо вообще развернуть. поэтому если допустим у вас возникла ситуация и вы открылись на асимметрии внимательно за новостями то есть прям внимательно за новостями потому что асимметрия она в том числе часто может порождать пустое движение вот здесь вот мы видим кстати говоря движение есть а кефир точнее за кефиром послали денег дали кефира не было не было денег то где мы пропускаем половину ходу до пропускаем но ведь понимаете вы объяснить но вы обладаете информации что она будет идти что она будет идти уже в каком-то одном направлении информация для трейдера это страшная вещь страшная вещь которая может может таки заставить 10 часов взять и открыться она же может 10 часов что там на асимметрии стоять когда меняем опцион смотрите у вас хронологии действия всегда одинаково вы взяли вот он евро доллар допустим вы берете выклес 21 июля и всю неделю он у вас будет 21 июля трехнедельным другой тут не появится на следующей неделе вот сюда вот на его место переедет вот этот то есть ваши действия всегда просты вы берете 3 сверху то есть вы не следите за текером вы берете 3 сверху 3 сверху 3 сверху 3 сверху для валютных фьючерсов просто запомните 3 сверху не надо брать этот опцион и до момента экспирации его торговать потому что у него вот по такой вот картине изменяется премия статистика просто показывает что вот эти трейдеры которые короткую дистанцию торгуют они берут 3 сверху то есть они хеджируются и они не берут опционы с ежемесячной экспирации почему да потому что там и другие цены там все дороже зачем им платить дорого когда можно платить дешево он собирается всего лишь там энтрадей поторговать вот но у них же бывают и висяки поэтому они берут вот эти вот поэтому они берут вот эти вот 3 сверху только 3 сверху насколько он этот паттерн рабочий то он что ни на есть рабочий он отрабатывается но вот отрабатывается и все то есть он берет и всегда отрабатывается следующий паттерн время у нас скоро закончится я больше двух часов не хотел бы проводить вебинар потому что это вредно и для вас и для меня поэтому следующий паттерн закрытие дня около границы бд что это такое вот представляем себе ситуацию модели вот у нас есть границы сформировался открылся день там еще что-то и цена идет 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 допустим вниз происходит закрытие дня около границы допустим даже было касание этой границы или не было его но мы очень близко к ней закрылись то есть там плюс минус в те же самые 200 пунктов вписываемся плюс минус в те же самые 200 пунктов вписываемся о чем это нам говорит это говорит нам о том что какая-то сторона рынка приложила достаточно усилия во первых чтобы мы к этой границе пришли может границы обычно находится на достаточном расстоянии их достигнут это уже движение прикладывалось достаточно движение достаточно усилия мы пришли к этой границе и не произошло никакого противохода то есть день такой уверенный мощный с движением день о чем это говорит Это говорит о том, что скорее всего завтрашний день, вот прям после неактивной фазы рынка, я ее сейчас нарисую, давайте я сотру 200 пунктов, завтрашний день после неактивной фазы рынка, неактивную фазу, я селененьким нарисую, вероятнее всего мы будем продолжать в том же направлении, которое было и сегодня. То есть вероятнее всего существующие минимумы будут переписаны, если хотите, вот такая вот высокая вероятность, что существующие минимумы рынок перепишет. Это называется закрытие дня около границы ПД, то есть он может внизу закрыться, может вверху. И картинки показываю. Цена закрылась вблизи уровня. Две картинки у меня тут. Вот она, золото 3 мая, 4 мая. Тут два дня подряд, то есть вот он давил, 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 закрылся около. Следующий день ждем движения вниз. Давил, 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 закрылся около. Следующий день ждем движения вниз. Это очень удобно в том числе использовать при анализе контекста. То есть когда я заполняю табличку ПВДР, я на это тоже ориентируюсь. То есть если я смотрю, что было вот такое мощное давление и закрылись мы около этой границы, это для меня несомненно отличная поддержка. То есть я уже делаю правильные выводы и заношу их в свою табличку и в контексте получаю более точные данные. То есть понятное дело, что чаще всего я не вхожу в такие движения сразу. То есть нет такого, что я сижу, ждусь следующего дня, чтобы побыстрее продать и вот она будет идти. Нет, конечно. То есть я собираю в целом большой объем информации, чтобы это помогало мне делать просто точные хорошие входы. Следующий подобный пример был на нефти. Вот он. Он был вот здесь. И вот здесь вот где-то в группе ВКонтакте вы должны были видеть сделку у меня по нефти. Она была открыта как раз в том числе благодаря этому паттерну. Не только ему, конечно, но в том числе благодаря ему. То есть большая серьезная мощная сделка у меня была по нефти как раз покупка. Вот она, этот график. То есть она была открыта на самом деле вот здесь у меня. Вот здесь вот я принял решение ее не закрывать после двух дней. Вот это вот терпение. То есть есть стоп не переставлять. То есть я принял решение, что стоп переставлять не надо, есть чего подождать. Ну и хорошая поддержка, хорошая помощь. Зачем их рассчитывать? Ну как зачем? Как зачем? Здесь у нас не сегодняшний. Здесь у нас данные вчера, переведенные в завтра. Понимаете? Это не то, что можно взять с биржевых терминалов. Совсем не то. Почему на сайте СМИ показывают текущий контракт сентябрьский, а не июльский? Это вы таблицу фьючерсов смотрите. У фьючерсов 4 ликвидных контракта. Это мартовский, июньский, сентябрьский и декабрьский. Потому что у них квартальная экспирация. Есть же квартальная, они по 3 месяца торгуются. Есть, конечно, и ежемесячные контракты какие-то, но я не вникал, зачем они вообще нужны. Там ликвидности категорически нет. Окей, двигаемся дальше. Следующий. А, ну вот, все получается. Да, здесь я вам показал. Что касается закрытия дня около границы БД, еще важно проговорить. Смотрите, пункт первый. Этот паттерн говорит нам о том, что тенденция, которая развивалась сегодня, она с очень высокой вероятностью продолжится и завтра. При этом никто не исключает, что мы в этот момент зашли в рынок. Мы зашли, а день закрылся прямо около границы. Если так произошло, надо немедленно отказаться от той идеи. Допустим, вот это будет происходить. У меня такое тоже часто случается, и у вас будет случаться. Допустим, цена идет наверх. Вот я моделирую живую рабочую ситуацию, как это может возникнуть. Смотрите, вы построили опцион на уровне. Вот один, вот второй. У вас два, они соразмерны. Допустим, на каждом, ну пусть будет по 3000 контрактов. Здесь 3000, здесь 3000. Здесь 3000, здесь 3000. То, с чем вы обязательно столкнетесь. У вас попадает BD, цена приходит, закрывается прямо здесь. Что мы получаем в итоге? Во-первых, смещенные границы на завтрашний день. Во-вторых, мы получаем то, что у нас высокая доля вероятности продолжает тенденцию. А вы, допустим, уже вошли. Что надо делать? Немедленно отказываться от этой сделки, потому что вы в моменте здесь сейчас получаете информацию, что, блин, уровень, скорее всего, будет пробит. И значит, не надо от него заходить. Значит, надо ждать какого-то нового шага. То есть, надо ждать какого-то выноса. Понимаете, периодически рынок дает нам подсказки, что будет вынос, будет пробой уровня. И мы должны ими пользоваться. Ну вот, как пример, японская иена. Какой мы там уровень-то вынесли? Ну, не мы, точнее, рынок. Помните, еще не забыли? У нас тут было пространство вариантов, где зайти. Вот, и это пространство вариантов начиналось здесь. Ну, единственное, тут мы по другой причине поняли, что будет уровень пробит. Но суть не в этом. То есть, подобная ситуация будет возникать, когда у вас на выбор есть два уровня, а зайти надо от какого-то одного. Зайти надо от какого-то одного. Так, двигаемся дальше. Я сейчас не буду смотреть в скайп, потому что очень много вопросов. Точнее, очень мало вопросов по существу. Очень мало. Очень много вопросов непонятных мне, если честно. На данном этапе непонятных. Картинки допоказать надо, которые я сюда не вписал. Я вам показал вот это, вот это, вот это. Иногда еще бывает вот так. Иногда еще бывает вот так. То есть, вот оно, открытие дня, и как-то непонятно, где оно было. Получается, что оно где-то за пределами границы БД. Если вы видите такую картину, здесь вот открытие европейской сессии, вот оно. Вот оно, это время. То есть, вот здесь вот это вот. Вот это свеча с хвостиками. Это очень мощный паттерн, который будет говорить о том, что здесь не то, что бесплатный сыр, а за него еще и доплачивают. Понимаете? То есть, ну, никто, конечно, за него не доплачивает. Но суть в том, что котировка будет стремиться, прям категорически стремится туда вниз. Кстати говоря, это тот день, когда была самая, пожалуй, привлекательная цена на продажу на доллар-франк за весь июнь. Ну, это точнее было 31 мая. Потому что если мы сейчас посмотрим, то мы убедимся, что да, действительно это так. Действительно это так. Сейчас, секунду. Где-то у нас 31 мая. Вот оно, видите? Вот она, эта цена. А нет, была привлекательнее. Но в целом, она, видите, какая крутая цена была и крутая ее отработка. Такое тоже иногда случается. Главный вопрос. Стоит ли торговать внутридневной уровень на отбой? То есть стоит ли торговать, чтобы цена отбивалась от них? Конечно же стоит. Конечно же стоит, но вы должны владеть следующими стилями кунг-фу. Первый стиль кунг-фу. Это я уже не буду проговаривать. Вы должны владеть ВСА. То есть вы должны знать, что такое цена, что такое объем и как это интерпретировать. Второй стиль кунг-фу. Вы должны понимать контекст. Нельзя торговать эти уровни против контекста. Примеры этому. Это вся эта неделя. Вы должны были обратить внимание, что вот на этой неделе мы берем евро и я говорю вам на трансляции, что мы не будем торговать этот уровень, потому что ситуация противоречит контексту. Вот она. То же самое было по франку. То есть у нас картина по доллару одна, а здесь другая. В итоге чего мы видим? То есть прям берем этот день и разбираем его по полочкам. Там, по-моему, вообще даже дисбаланс не пытался возникать. Ну он пытался, но что тут он пытался-то там 160 пунктов, да, 170. Он пытался возникать. То есть может быть даже это и выглядело в моменте на тот час привлекательно. То есть руки там может быть они и чесались. Взять да на продавать. Чесались, нет? Где белый цвет? Очень важно. Наверное, чесались, я думаю, у многих. Но этого было делать патологически, категорически нельзя. Почему? Контекст надо понимать для того, чтобы эти уровни торговать. То есть надо каждый день заполнять себе табличку, уметь ее заполнять, знать, что такое ВСА и уметь интерпретировать проведение графика цены и объема. Только если вы обзавелись всеми этими навыками, вы можете начинать торговать уровни эти на отбой. Если вы ими не обзавелись, то просто как дополнение к той системе, которую вы уже умеете использовать. То есть самостоятельно, сам по себе торговать уровень, вот такой вот, нельзя. Ни в коем случае. Но они отлично, здоровски работают как корректирующие. Они дают очень здоровские паттерны. Они здоровски помогают заполнить контекст в том числе. Они здоровски помогают принимать решения в моменте. То есть где-то там перевернуться, еще что-то. И т.д. и т.п. Вот что они делают. В общем, крутая вещь. Юзайте, используйте. Последний паттерн. Плохо понятен. Вот этот. В общем, иногда бывает такое, что мы открываемся за пределами. То есть есть, смотрите, в чем особенность. Давайте нарисую. Проще будет. Где у меня? Давайте нарисую. Иногда бывает такое, что мы открываемся за пределами этого канала. То есть визуализируйте себе пространство. Вот она. Есть верхняя линия BD. Есть нижняя линия BD. Визуализируйте себе пространство внутри этих линий, как своего рода канал, своего рода диапазон. Бывают дни, когда мы видим. Они редко, но они случаются. Эти дни. Цену открытия. Прямо на одной из границ. Либо чуть выше, чуть ниже. То есть за пределами где-то. Вот здесь, где цена вообще не должна находиться. Видим цена открытия в этой области. Если мы видим это, то представляете это себе, как сильный ветер, который будет влиять на то, что цена будет стремиться туда. Она, как сказать, как волна энергии, она будет тянуть ее обратно. Говорит, иди сюда, вернись, вернись. Гулящая цена, нельзя тебе там находиться. Вот что это означает. То есть, когда возникают такие моменты, она прям как мощная сила притяжения на них работает. Руки чесались. Что такое СМР? Потом расскажу. Ну, вообще переводится как «смотри реакцию». Почему? Ну, это отдельная тема для разговора. Сейчас не буду. То есть область, которую я выделил для того, чтобы просто в будущем посмотреть реакцию. Можно ли устанавливать отложки на другие уровни, не только опционные? Не то, что можно. Нужно это делать. Нужно это делать. Если по последнему паттерну против контекста, то бездействовать. То есть любая ситуация против контекста требует бездействия. Я вам могу заявить свою личную статистику. Сколько раз я открывался против контекста? Вот если взять 10 случаев, где я открылся против контекста, в 9 я получил стоп. Понимаете? Но для того, чтобы понять это, нужно время. Правда. Нужно прям запастись терпением. Часто анализировать свою историю. И только тогда ты поймешь, что, блин, всегда, когда открываешься против контекста, получается, ну, какая-то ерунда. В редких случаях получается что-то хорошее из этого. В очень редких. Поэтому гораздо лучше вообще против контекста не открываться. То есть если у вас есть на сегодня контекст, доллар будет идти в плюс или доллар будет идти в минус, придерживайтесь этого. Вот и все. Почему идеальный вариант торговли – это торговать по одной валютной паре? Ну, мне кажется, это вообще совершенство трейдинга. Это надо стать богом трейдинга и торговать по одной валютной паре. Как? Почему? Да это как семью завести. Правда. У меня, правда, уже есть семья, и достаточно большая, и достаточно давно. Но в целом, это такое событие в жизни трейдера, это как в жизни человека завести семью. Это прям такая стабильность. Это круто. То есть это никаких распылений лишних, никаких лишних мыслей. Смотришь один, график анализируешь. Пофигу на все остальное. Вопросы по материалу, я так понимаю, закончились, поэтому я жду теперь просто обратную связь. Только обратную связь в виде, насколько вам понравился вебинар сегодня, полезен, не полезен, от 1 до 10, цифрыки в чат можете прислать. Отвечаю на последний вопрос. И буду желать вам хорошего вечера. Есть ли контекст под вопросом, а цена у опционного уровня, но паттерн на пробой опционного уровня, то BD в приоритете получается. Получается так. Тут видите, в чем дело. Если около уровня любого, неважно опционного он или какой, что-то говорит о том, что уровень будет пробит, нафиг этот уровень. Даже если цена от него отойдется, будет потом вторая точка входа там, за пределами этого уровня, она всегда найдется. На этом всем большое спасибо. Юзайте, значит, используйте. Используйте индикатор с удовольствием. Надеюсь, он вам принесет пользу. Да, я не надеюсь, я в этом уверен. Все, устанавливайте, пользуйтесь, смотрите запись, пересматривайте, формируйте вопросы. У нас будет еще время провести вебинары с вопросами, потому что я же никуда не деваюсь, все хорошо, времени у нас еще полно. Всем хорошего вечера. Большое спасибо за трансляцию. Мы сделали очень хорошее дело, потому что у нас останется запись этого вебинара, которую мы потом сможем кому-нибудь подарить. Большое спасибо. Удачи в делах, удачи в торговле. Пока-пока. Итак, главный вопрос. Где взять файл с табличкой и индикатор? В конце видео я должен об этом сообщить. В общем-то, ситуация вот какая. В силу того, что все мои ученики у меня всегда были на равных правах и будут, так вот, будет вопиющей несправедливостью выложить в сеть материал, за который люди платили деньги и взять это, сделать бесплатно. Более того, уже есть ученики, которые по этому поводу расстроились, узнав, что, блин, платная информация, за которую они заплатили, теперь в свободном доступе. Поэтому, чтобы восстановить в этом мире равновесие доброты, мы подумали с учениками и я решил, что файлик с таблицей, ну и, в общем-то, индикатор, они будут доступны любому желающему, но по цене 3000 рублей. Дело тут еще вот в чем. Многие, многие из вас, я это точно знаю, но потому что уже была практика с группой достаточно большой, будут задавать вопросы по установке, будут задавать вопросы по заполнению таблички, вопросы, 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 ну и, в общем-то, тем самым тратить и отнимать мое драгоценное время. А мне этого прям совсем не хочется делать, потому что если один человек спросил, ну ладно, ну два, ну ладно, но когда это делает 500 человек, оно как-то уже не очень комфортно. Вот, поэтому вы можете купить табличку и файлик, по-моему, это вообще бесплатно, 3000 рублей, по сравнению с тем, сколько люди платили за обучение, это уж совсем просто символически, чтобы отфильтровать людей, которые будут просто тратить мое время на деми-счетах. Чтобы купить файлик с таблицей и индикатор, пишите мне в Skype или пишите мне на почту, и я выставлю вам счет. Его можно будет оплатить абсолютно любой картой, либо наличными в Евросети, либо еще как-то там, не знаю как. Вот, мой Skype, адрес моего Skype, новый век 09, адрес моей почты, новый век 09, собакаяндекс.ру. Адрес Skype и почты будет в описании к этому видео. Спасибо большое за просмотр, ждите следующего моего мастер-класса, он будет на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok